В Санкт-Петербурге началась масштабная реформа общественного транспорта. Новая модель транспортного обслуживания станет напоминать московскую. Так все 222 коммерческих маршрута будут ликвидированы, а взамен появятся 92 новых социальных. Петербургские чиновники объясняют, почему вместо 200 старых направлений появятся только около сотни социальных. По их мнению, многие коммерческие линии дублировали имеющиеся социальные, а сейчас от подобных дублей можно будет отказаться. Скажем, частные автобусы прежде повторяли маршруты городского электрического транспорта на протяжении 3000 километров, а теперь трамваи и троллейбусы отныне останутся без назойливых конкурентов. При этом, по мнению властей, чтобы добраться из одной точки города в другую, горожанам потребуется выполнить максимум две пересадки. Это могут быть переходы из метро на троллейбус или между разными видами наземного транспорта. Стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, стоимость второй всего 10, а третьи и последующие вообще бесплатны. Главное успеть пересесть за 60 минут. Из самого транспорта исчезнут кондукторы, а вся сеть перейдет на безналичную оплату проезда. Понятно, что одним махом реализовать такое количество новшеств сложно, поэтому реформу разбили на этапы с 1 апреля по 15 июля. Чтобы реализовать задуманное, понадобится огромный автопарк новых автобусов средней и большой вместительности. Уже сейчас на линии вышли 864 свежих машины, а к концу лета чиновники обещают выпустить еще без малого 2000. Большая часть новой техники будет работать на газовом топливе, а точнее на сжатом или сжиженном метане. В Санкт-Петербург прибудет продукция автобусных заводов МАС, НИФАС, ЛИАС и Волгобас. Обязательное требование ко всем новым автобусам – наличие системы ГЛОНАСС, чтобы горожане, пользуясь специальными приложениями на смартфонах, могли видеть, где сейчас находится машина того или иного маршрута. Кстати, для удобства петербуржцев появились специальные сервисы, чтобы понять, когда закрывается привычный им коммерческий маршрут, а главное указывает, какая вместо него введена социальная альтернатива. Так что общий посыл реформаторов – дать северной столице современную технику, понятные тарифы и четкие графики движения. Хотя поначалу, конечно, путаницы и скандалов будет не избежать.